Поднимите руки те, кто ломал когда-либо прот. Супер, вас много. А теперь оставьте руки те, кто делал это специально. Но у вас немало, немало. Так, сегодня я вам расскажу, как правильно ломать прот, и чтобы вам за это ничего не было. И в конце расскажу, как делать это легитимно. Итак, немножко о себе. Значит, я инженер связи по образованию. Работала в нескольких мобильных операторах связи. Узнала, как наши смс-очки летят от телефона к телефону через все провода. И дальше решила, что вроде как все. Можно развиваться дальше. Становиться мамкиным инвестором во вклад, в ипотеку, не дай бог, трейнингом заниматься. И решила, что лучше всего это делать, работая в банке. Так я устроилась в Тебанк. В свободное от работы время я бегаю горные трейлы, играю в пляжный волейбол и большой теннис. Люблю вляпываться в большие вызовы для проверки своего организма и психики. Считайте, периодами пошатываю свой прот. Итак, какие вызовы у меня в этом году для себя я определила? Это пробежать три горных трейла 30-35 километров с набором 1200+, два уже в копилочке, и третий будет в начале сентября. И самый большой для меня вызов в этом году — это занятие вокалом. Восхищаюсь людьми, которые делают это очень профессионально, красиво, умеют, в принципе, красиво петь. Итак, сейчас хотелось бы перейти к тому, чтобы рассказать, как я докатилась до такой жизни. Итак, о чем мы поговорим? Что было пять лет назад? Что произошло в прошлом году? И что нас заставило применить хаос инжиниринг? Как мы ломаем прот и какие выводы мы из этого сделали? Так, что было пять лет назад? Работы на проде были без согласования, не было никаких регламентов, сотрудников было мало, и мы сидели в open space, где можно всегда было сказать, эй, кто там шатает прод? Потому что графички летели вниз, и у нас было не так много клиентов, и они были не такие требовательные. Сервисы были понятные. Что значит понятные? Это мало интеграций, логика в самом сервисе была тоже понятной, что-то сделать, какой-то небольшой, маленький функционал. Дальше мы росли, развивались, пухли не только по клиентам, но и по сотрудникам. Сервисы также усложнялись, и мы пришли к тому, что у нас несколько сильных on-call дежурных команд, которые готовы подключиться к решению проблемы в течение 10 минут от начала сбоя. Свой более жесткий регламент наведения сбоя, чем банковский, высокая степень зависимости между системами и 40 миллионов требовательных клиентов. Что такое требовательный клиент? Это когда тебе звонит мама, такая, так, Катя, а вообще у вас банк-то работает? Ты такой, ну, да. А что случилось? Ну, я секунду назад сделала перевод, и он до сих пор не дошел. Ты такой, ну, блин, ну, хорошо, подожди еще 5 секунд. Такая, хорошо. В итоге к концу 2023 года у нас было очень много сбоев с большим влиянием. Из-за чего они были? Например, пятиминутная недоступность входа в мобильный банк порождала то, что клиенты начинали пытаться заходить все чаще и чаще в мобильное приложение и тем самым заваливая наши бэковые системы большим количеством трафика. Системы не справлялись, начинали репутаться. И мы запустили проект, который назывался «Надежность платежей переводов». Я сначала в нем участвовала от инфраструктуры, ну, как инженер девопса инфраструктурной команды, дальше начала лидить этот проект. Большим, ну, вернее так, быстрым квиквином стало то, что мы внедрили рейт-лимиты везде, где это только можно было. И тем самым мы спасли наши сервисы от того, что трафик заваливал наши бэковые системы. Сейчас трафика становилось меньше, какие-то запросы отваливались, но все-таки клиенты некоторые могли проводить свои платежи, переводы. И дальше тоже что-то нужно было с этим делать, потому что повышать надежность и делать как-то это проактивно. И мы посмотрели, а что же мы еще можем сделать для этого. И на рынке, ну, вы знаете, возможно, что Netflix и Google используют такой подход, как хаос-инжиниринг. Так, что это такое? Так, цикл хаос-инжиниринга. Наша система должна находиться в стабильном состоянии. Дальше мы проверяем, а что будет с системой, если мы внесем какое-нибудь влияние в работу этой системы и зададим себе вопрос. Вот если у нас отъедет какая-нибудь зависимость, наша система стабильно продолжит работать, или она перестанет работать, или она должна перестать работать. Формируется такая гипотеза, дальше проводится эксперимент, который либо подтверждает, либо не подтверждает эту гипотезу. Сверяем гипотезу с тем, что получилось, с фактом, и делаем либо задачки на улучшение, либо ничего не делаем. К примеру, есть небольшой сервис какой-то. У него, например, сервис C — это некритичная зависимость. Казалось бы, сервис должен работать без нее. Мы вносим влияние между сервисом B и C и смотрим, а что же происходит дальше. Какие кейсы мы ловили? Например, сервис C — это база данных. Внесли до нее задержку. Сервис отрабатывал ROS latency, но при рестарте сервиса B оказалось, что сервис B не поднимается, потому что изначально health check до базы был меньше по таймингу, чем то влияние, которое мы внесли. Еще был кейс, когда мы внесли влияние, а сервис продолжил работать. И тут вопрос. Либо у нас очень крутой сервис, либо мы что-то не знаем о нем. И, возможно, он не использует ту зависимость, на которую мы вносили влияние. По факту, это сродни краш-тестам автомобилей. То есть, а как мы можем дать гарантию на то, что наш сервис действительно работает так, как мы ожидаем? Машины же сталкивают лобовое, не лобовое, боковые удары проверяют и дают гарантию, что действительно при этих нештатных ситуациях машина будет работать так, как мы ожидаем. Здесь мы, по сути, переделываем то же самое. Но эта схемка очень простая. А наши сервисы в продакшене выглядят примерно так. И это не все. Это только малая часть паучка. Ладно, картиночка не выехала. Здесь должен был человек быть, который делает вот так вот. Это наши дежурные, которые заходят на дежурство на этом сервисе. А, вот. Все, супер. Не докликало. Так, дальше. Что происходит сейчас? У нас все так же несколько сильных дежурных команд. У нас тот же жесткий регламент. Та же высокая степень зависимости между системами. Мы уже подбираемся к 45 миллионов требовательных клиентов. И мы проводим управляемые сбои на проде. Как же я влипла в эту ситуацию, когда надо проводить управляемые сбои на проде? В один день, например, я сижу на сбои с ребятами, пытаюсь им помочь его решить. На следующий день ко мне подходит заместитель технического директора и говорит, Катюх, а давай прод сломаем? Я такая, первый вопрос. А нас точно после этого не уволят? Второй вопрос. А что, если мы сломаем наш сервис так, что мы его не сможем починить? А что, если дежурная команда начнет сервис чинить так, что разломает еще больше? И в итоге у меня было очень много вопросов, а что если? Но через полторы недели мы пошли делать первый управляемый сбой. Мы выработали несколько принципов по его введению. Это сбой не должен затрагивать наших клиентов, либо затрагивать его минимально. Далее должно насыпать очень много алертов. И по возможности дежурить должен новенький дежурный. Ну, чтобы ему веселее было, да, конечно. Итак, кликер сегодня не хочет переключать мои картинки. Так, шаблон, который вы можете в принципе использовать для себя. Мы определились, что у нас будет рабочая группа из трех человек. Это куратор. На первых двух сбоях это был наш технический директор. Леша Поляков, привет, если ты здесь. Агент. Это очень скиллованный человек из команды разработки, чтобы он точно знал, как починить сервис. И надзор. Это я. Чтобы нас точно всех не уволили. Вот. План действий. Выделили, что ломаем, как ломаем, как готовимся. Ожидаемый эффект. И как снимаем влияние, если ожидаемый эффект у нас... Вернее, если эффект случился неожидаемый. И дальше составляем ведение сбоя полностью, с таймингами, с таймингом по алертингу, что делала команда. И, в принципе, выводы, которые мы получили при этом сбое. Итак, что мы делали? Сбой на платежном шлюзе. Это самое сердце банка. Это платежный шлюз физических лиц. Через него проходят все платежи и переводы, которые есть в банке. Как ломали и что? Что ломали? В одном дата-центре нужно было вывести ноды из работы. У сервиса более 50 VM-ок. И мы решили, что 7-10 нод, в принципе, мы можем себе позволить вывести. Какой ожидаемый эффект? Это снижается success rate. Success rate — это показатель надежности наших систем, доступности и надежности нашей системы. В нормальном состоянии он примерно 96-97%. Мы решили, что если этот success rate будет падать больше, чем на 1%, мы возвращаемся назад. Дальше. Из ожидаемого эффекта — это большее расходование ресурсов, много алертов и покраснение health map. Health map — это наш дашборд мониторинга по всем услугам банка. Итак, из рабочих дней, в 11 дня, то есть это самая большая нагрузка на наши системы, мы втроем идем в переговорку и многозначительно подмигая CTO, типа сейчас все будет, расслабляемся и ждем. Выводим ноды из ротации и через 10 минут они поднимаются назад. Мы такие, так, что происходит? Вроде никаких скриптов по поднятию автоматических нет. Кладем опять эти ноды и буквально через 3 минуты они снова возвращаются в строй. Мы пошли думать, а что случилось? Во всех каналах тишина. Алертов дофига насыпало. Графички немножко плавают, но несерьезно. В итоге мы находим, что один из разработчиков увидел, что ноды упали, и пошел их поднимать. Мы такие, так, а где дежурная команда? А что вообще произошло? Через 15 минут принимаем решение еще раз положить эти же ноды. И он, недолго думая, просто берет их и снова поднимает. Мы такие, ну ладно, может быть в 11 часов у ребят дейлик, и они там все обсудили и подняли. В итоге мы пришли к ребятам, спрашиваем, ребята, что у вас там ноды ложились? Они такие, да, это релиз был. Мы такие, ну, кайф, кайф. Конечно же, мы потом ребят заставили написать постмортом, разобрать весь флоу действий, что было. Потому что самый главный вопрос, а вот этого разработчика не будет. Он будет в отпуске или еще где-то. А как команда отреагирует на это все? Следующий сбой – это сбой на сервисе фоток для ГИБДД. Это когда вы платите штраф, и вам там фотка подгружается. У ребят есть джаба, которая раз в 30 минут ходит в кавку и вытягивает все оттуда. Мы подговорили разработчика из команды, что мы опять проводим такой сбой, переключаем время джабы на 12 часов и ждем. Какой ожидаемый эффект был? Ну, в целом пользователи могут подождать. Но не подгрузилась фотка, не подгрузилась. Дальше. Мы ожидали, что сработает алерт у целевой команды. Может сработать алерт в соседней команде. Ну, и опять же покраснеет хелсмапа. В итоге что получаем? Как мы и думали, что пришла соседняя команда, сказала, что что-то у вас там фотки не выгружаются, посмотрите, пожалуйста. В итоге лид вот этой вот нашей команды, которую мы тестировали, она пошла-нашла, что произошло, но не нашла, кто это сделал. То есть мы остались незамеченными, и в процессе вот этих двух сбоев разгорается такой азарт, делает это все больше и больше и больше. И ты такой, так, а может мне дата-центр бахнуть? Ну, а что, нормально же будет, наверное. Но нет. Немножко себя приземляем. В целом, какие, давайте так, какие выводы мы получили в итоге всех этих экспериментов? Мы получили большую ясность в работе сервиса, потому что, как я показывал вот эту картиночку, там паучок, который непонятно как работает, новые дежурные, они очень сильно стрессуют. И ты такой, так, а как мне это чинить, если вдруг что-то пойдет не так? А если это пойдет что-то не так ночью? В итоге команды больше знают о переплетении сервисов между собой, знают, какое влияние они могут оказать на системы, которые за ними. Ну, как я уже говорила, новенькие дежурные меньше стрессуют. Конечно, они проходят обучение перед входом в дежурство. У них есть анбординг, есть тестовые сбои на тесте. Ну, вот этот хаос инженерик наш, мы в том числе и на нем, ребят, натаскиваем. И недавно мы провели эксперимент. Мы в критичную команду посадили дежурить джуна. Он отлично справляется и говорит, что вот этот вот сбой, который был на продакшене для него, который был лайтовый, он ему помог перешагнуть через себя и сказать, что да, я готов все-таки дежурить. Это не так страшно, как казалось. Плюшки самого хаос инженеринга мы уже нашли и исправили больше 10 багов, которые могли очень сильно стрельнуть на проде. Но мы о них, конечно же, не знали. Дальше. Держим в тонусе команды, у которых практически нет сбоев. Такие тоже есть у нас. Ребята дежурят, но не бывают в сбоях, и тут немножко могут потерять навыки решения инцидентов. Стало намного проще приоритизировать задачи перед продакт-оунерами, потому что у нас весь бэклог держит и отвечает за него продакт-оунер. Теперь ему можно прийти и показать, слушай, смотри, вот такая проблема может вот так отразиться на твоем сервисе. Ты готов к этому или нет? Или мы все-таки это чиним? И вовлеченность самой команды разработки. Теперь ребята думают, так, а если я пилю какую-то фичу, какой-то новый функционал, а как он будет работать, когда произойдет какая-то супер нештатная ситуация. И ребята из автоматизации тестирования очень заинтересовались хаос-инжинирингом именно для своих тестов. Небольшой how-to, как вы можете применить все эти подходы у себя. Если вы думаете, что вы маленькая компания и вам пока это еще недоступно, то не думайте, что мы это все одним днем разлили на всю компанию и используем хаос-инжиниринг и сбои на продакшене сразу везде. Мы сначала сделали первый подход своей маленькой компании, команде, потом подговорились соседнюю команду, а давайте мы потестируем на ваших сервисах. И дальше уже начали применять шире. Какие шаги вам помогут запустить все это у себя? Во-первых, проводим анализ сбоев и выясняем, а что, какие проблемы существуют у вас с сервисами. У нас, например, 80% проблем было от таймаутов или недоступности смежных систем. Для этого мы в целом и выбрали хаос-инжиниринг. Далее, изучайте подходы самого хаос-инжиниринга. Там в интернете есть много статей на эту тематику, книг. Можно почитать опыт Netflix. Это они придумали такой инструмент. Выбирайте сам инструмент. В принципе, вам не нужны какие-то суперогромные комбайны. Сначала можно запустить свои шаловливые ручки и посмотреть, как ваши сервисы работают, если вы там что-то ребутнули, вызывая недоступность сервисов. Либо совсем что-то самописное, если вам удобно. Далее прогоняем это все на тестовом контуре и смотрим, насколько ваша система стабильна. Согласовываем с CTO. Тут могут быть проблемки небольшие. Вероятно, придется не сладко. И в целом подход, самоумие, отвага, он иногда может прокатывать. И тщательно планируем сбой. Задаем себе очень много вопросов. А что если? А что если что-то пойдет не так? Все сломается. Мы не сможем починить сервис. Сделать себе планы на любую непредвиденную ситуацию. На любую проблему, которую вы в принципе можете немножко предположить. И дальше идти и делать. И если вы действительно маленькая еще компания, посмотрите на нас. Наши проблемы догнали нас раньше. Не допускайте этого. А если вы большие, то в целом вы можете использовать все эти подходы, все эти инструменты, как обучение джунов в полях. У меня все. Спасибо.